МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире новости в студии Иван Кельтевский. Самые заметные и интересные события минувшего дня в материалах моих коллег. Итак, сегодня в программе. Перестарались! Кемеровские строители нечаянно снесли потолок в офисном здании. Приставы закроют выезд за границу. Я вообще не понимаю, как из-за мелкого штрафа мне могут оказать в выезде. Администрации турфирмы начинают борьбу с неплательщиками. Застольное казино. На владельце игорного заведения составлен административный протокол по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Оперативники накрыли очередной подпольный игорный клуб. Сегодня кемеровские строители в одном из офисных зданий с таким рвением взялись за работу, что нечаянно обрушили потолок. К счастью, никто не пострадал. На втором этаже четырехэтажного здания ведется ремонт. Строители начали сносить несущую стену. Видимо, их расчет оказался неверным. Начала падать часть потолка, его бетонная основа. Кстати, пол этажом выше оказался цел. Его сдержал деревянный настил. Тем не менее, сотрудники МЧС запретили входить в кабинет, под которым произошел обвал. А если вы стали свидетелем происшествий или ваши соседи за стеной ведут буровые работы, звоните нам на горячую линию 8 933 300 0300. Мы поможем разобраться в ситуации и наказать виновных. Не оплатил штраф, не поехал за границу. Судебные приставы Кемеровской области на прошлой неделе договорились с турагентствами о сотрудничестве. Теперь они вместе будут бороться со злостными неплательщиками. Суть соглашения в материале нашего корреспондента. Почти 200 тысяч. Именно столько постановлений о запрете выезда из страны вынесено за предыдущий год по России. Чтобы в 2012-м эта цифра уменьшилась и был заключен договор между судебными приставами и туристическими компаниями. По нему должника, не оплатившего штраф, могут лишить путевки. Причем и деньги за нее не вернут. Обсуждалось то, каким образом можно довести до сведения туристов, что такое долги, почему их платить лучше вовремя, где можно узнать о своих долгах, что такое ограничение выезда, как его избежать. Мы встретились с почти 50 туристическими агентствами. Все они пошли на встречу. Штрафников ловят и при попытке пересечь границу. 3000 человек из-за своей забывчивости перервали отдых, так и не начав его. Теперь же турагенты рассказывают о банке данных исполнительных производств, в котором каждый может узнать, является ли он должником. Однако даже знающие о штрафе противятся его уплате. Владислав, например, о долге помнит, но оплатить его не торопится. Я вообще не понимаю, как из-за мелкого штрафа мне могут оказать в выезде. Я бы отплатил этот штраф к приезду, и все. Я не так езжу часто за границу, примерно раз в год. Но эта ситуация вообще не нравится мне, прям не одобряет. Основание для запрета выезда из страны, как оказалось, весомое. Статья 67 Федерального закона об исполнительном производстве как раз позволяет испортить отдых неплательщику. Если судебный перестав исполнитель принял все меры для того, чтобы долг был взыскан, но этого не получилось, он имеет право в рамках исполнительного производства вынести постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации до погашения задолженности. Хочу сразу сказать, что это касается тех должников, в отношении которых есть судебное решение. Уникальный банк данных исполнительных производств или по-простому банк штрафников находится на сайте Федеральной службы судебных приставов. Если вашей фамилии там нет, то омрачить заграничные каникулы может только непогода. Диния Аюпова, Александр Белкин. Новости моего города. Институт угля и углехимии сегодня стал ближе к студентам. Деятели науки и руководство Политехнического университета достигли договоренности и подписали соглашение. Теперь на базе Политеха будут работать две лаборатории, где будут проводиться научные исследования по добыче и переработке газа метана и комплексной отработке угля. Ведь раньше таких объединений не было. Поэтому и наука стала далека от того, что в реальности происходит в угледобыче. Подобное соглашение станет прорывом как для науки, так и для угольной отрасли региона, отметил депутат Государственной думы Павел Федяев. Основная проблема в том, что какое-то время наука, образование и производство у нас были разделены. Сейчас прогресс двигается неимоверными темпами. Та техника, то оборудование, которое было на предприятиях 10-15 лет назад, сегодня оно абсолютно устарело. Таких машин сейчас уже даже нет практически. И то, что сегодня сделано, это как раз объединение науки, образования и с подстройкой этого всего под современную промышленность. На сегодняшний день есть потенциал, который традиционно сложился в стенах нашего университета, которому нужно на сегодняшний день использовать свои ресурсы, мозги, так скажем. Сегодня в Кемерове еще 20 ребятишек получили возможность пойти в детский сад. По адресу Гагарина, 134, появилась еще одна дошкольная группа. Перед открытием в помещении сделали ремонт, и теперь там обогреваемые полы, яркие красивые стены и новые игрушки. Новая группа принесла пользу не только детворе, но и взрослым. С ее появлением в городе стало на три рабочих места больше. Напомню, сегодня Кемерова лидер в Сибири по сокращению очередей в детские сады. Для этого в муниципальный фонд возвращаются помещения, которые ранее использовались как подсобные. Ремонтируются старые и увеличиваются сами группы там, где это позволяет площадь. Так неожиданно для всех родителей получилось. Стояли в очереди, и вдруг дети будут их устроены, и они сами будут спокойно ходить на работу. Очень рады. Впечатления очень хорошие, восторженные. Слово не воробей, однако за него теперь будут наказывать. Чиновники Роскомнадзора предлагают штрафовать СМИ, допускающие в эфире или печати использование ненормативной лексики. Связано это с большим количеством жалоб, поступающих от телезрителей и радиослушателей. Особенно досталось таким каналам, как Перец, ТНТ и МТВ. Кроме того, матроссия не услышали на радио, а также в электронных изданиях «Грани» и «Свободная пресса». Учитывая, что ненормативная лексика не запрещена, в законе есть только нормы ее ограничения, Роскомнадзор предлагает ввести этот запрет, а нарушителей штрафовать, чтобы другим неповадно было. Любой телеканал, любое СМИ, будь то печатное, интернет-издание или телевидение, несет в первую очередь, конечно, функцию не только досуговую, не только развлекательную, но и просветительскую, воспитательную. Поэтому нецензурная лексика в принципе недопустима. В одном из кемеровских ресторанов горожане до недавнего времени могли не только вкусно отобедать, но и поиграть в покер. Накануне оперативники накрыли очередное подпольное казино. Попасть за игровой стол в этом заведении было непросто. Шанс выбросить на ветер свои сбережения предоставлялся только проверенным клиентам. Строгий контроль на входе помогал владельцу в течение долгого времени оставаться безнаказанным. Однако теперь ему придется заплатить крупный штраф. Полицейские нагрянули в зал в самый разгар карточной игры. На владельце игорного заведения составлен административный протокол по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа суммы до 1 миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования. А на Корейском полуострове тем временем звучат угрозы и заряжаются пушки. Ким Чен Ын грозит войной южному соседу. Армия Южной Кореи совместно с США начали военные учения в Желтом море. В ответ северокорейский лидер привел свою армию в боевую готовность и выступил со следующим заявлением. Цитирую. «Если хоть один снаряд врагов попадет на нашу территорию, наша армия направит все свои силы на проведение контратаки. Наши храбрые военнослужащие ждут окончательного приказа о начале войны против врагов. Нашему терпению есть пределы». Кемерово останется без воды. Правда, только на сутки. С 22.00 29 августа до 6.00 31 августа в Центральном, Заводском и Ленинском районах будет отключена холодная вода. Частичное отключение затронет проспекты Октябрьский и Ленина, улица Марковцева, Сибиряков-Гвардейцев, Тухачевского, Волгоградская, Терешковый и Бульвар строителей. А улица Ворошилова, Соборная, Спортивная, Гагарина, Проспект Химиков и микрорайон ФПК целиком останутся без холодной воды. Кемеровчанам на этот период рекомендуется сделать необходимый запас. «У нас есть правила технической эксплуатации сетей и сооружений. Согласно этих правил, мы обязаны регулярно проводить профилактику на сетях и на сооружениях. И замена трех задвижек, две диаметры 500 мм, одна диаметра 600 мм, это окончание наших мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 года». Новокузнецкие парикмахеры работают не за деньги, а за улыбки. В одном из парикмахерских салонов прошла необычная акция. О том, как сэкономят на стрижке, узнавали Наталья Портнова и Александр Архипенко. «Кто-то к началу школьного года дарит портфели иранцы, другие же – прически. Красота, страшная сила – это давно известно. В руках мастера – оружие особого назначения. День знаний уже не за горами, и самое время делать модную стрижку и маникюр. Специально к этому празднику мастера преображали клиентов абсолютно бесплатно». «Очень приятно. В эту парикмахерскую я хожу постоянно. Здесь мои постоянные мастера, которые делают мастрижку, прическу, маникюр. Я пользуюсь услугами этой парикмахерской». Подобные акции в этом салоне проводятся не один раз в году. Постоянные клиенты уже знают, что на каждый большой праздник в этой парикмахерской ждет их приятный сюрприз. И приближающийся День знаний не стал исключением. «Нам приходит очень много девочек и мальчиков, школьников, которые хотят быть красивыми на 1 сентября. Ну, также в этот день могут сделать свои прически, там, так же, как и мужчины, и женщины. Можно сделать маникюр. Все это бесплатно». Но без награды все-таки мастера не остались. Комплименты от довольных клиентов не смолкали. А ведь улыбка, как известно, дороже денег. Наталья Портнова, Александр Архипенко. Новости моего города. Оставайтесь с нами и во второй части выпуска вы увидите. Старше Кузбасса на 5 лет. Старейший кинотеатр области Москва отметил сегодня 75-летний юбилей. Судейские уроки. Сибирские арбитры сели за партой в Кемерове. Зрители в зал собрали, но фильм не показали. В киноцентре Москва сегодня прошел губернаторский прием в честь 75-летнего юбилея старейшего кинотеатра области. Места в зрительном зале нашлись и для наших корреспондентов. Оркестр играет, герои известного мультфильма позируют перед камерами. А директор киноцентра Москва Ефим Денисов волнуется. Таким стало начало губернаторского приема, который посвящен дню рождения кинотеатра. Второй раз за свою 75-летнюю историю Москва принимает гостей такого уровня. Впервые губернаторский прием в стенах киноцентра проходил два года назад по случаю премьеры фильма «Край» с Владимиром Машковым в главной роли. И вот новый повод. 75 лет ДК Москва. И тот факт, что кинотеатр оказался старше Кузбасса на 5 лет, юбилеяр скромно не афиширует. Мы всегда вместе со старшим братом. Огромная благодарность, что старший брат нас поддерживает. Мы всегда для области, для Кузбасса всегда открыты двери. Для Кемерова, любимого, приходите. Кино сегодня не будет, решил юбиляр. А в качестве подарка пригласил народного артиста Андрея Соколова на творческую встречу. А актер еще и подарил свой портрет с поздравительной надписью. В зале только специально приглашенные гости. Геннадий Шевчук среди них. Он долгие годы возглавлял областной киновидеоцентр, был инициатором многочисленных встреч с актерами и режиссерами. Я с удовольствием пришел порадоваться вместе с коллективом кинотеатра этой дате и вообще жизни. По возрасту киноцентр Москва был сегодня самым старшим среди собравшихся. 18-летний студент Александр Чиртик почти половина своей жизни постоянный зритель именно этого кинотеатра. Атмосферу кинотеатра, пожалуй, ничто не заменит. Все-таки, когда люди, когда большой зал гораздо интереснее, чем дома. Юбилеи проходят, а жизнь продолжается. И зрители каждый день ждут праздничные встречи с новыми фильмами и интересными артистами. Ксения Еременко, Людмила Казаченко, Константин Червяков. Новости моего города. До старта учебного года остается всего три дня. Столько же до начала нового сезона на телеканале «Мой город». И если школы вряд ли чем-то удивят учащихся, то «Мой город» подготовил к этому дню много интересного. Вас ждет 9-часовой прямой эфир интересных гостей и масса любопытной информации не только о том, каким будет телеканал в новом сезоне, но и какие спортивные и культурные события ждут город с сентября. Не пропустите праздничный эфир 1 сентября с 12 до 9 часов вечера на телеканале «Мой город». В день шахтера юбилей отметила и радиостанция ДФМ Кемерово. 10 лет стукнуло самому молодежному радио. На время площадь Советов превратилась в настоящий опен-эйр. Приглашение на радио юбилей получил и наш корреспондент Дмитрий Новиков. Everybody dance now! Сочными красками уходящего лета столица Кузбасса отпраздновала яркий юбилей ДФМ Кемерово. На фоне ненастной погоды согревают теплые майки постоянных слушателей радиостанции. Не менее горячие ведущие утреннего шоу «Утро-выжималка» Ольга Окс и Кирилл Погодин. Стой, 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 стой! Будем двигаться вперед и станем еще круче. Автокрановщик Владимир Колчанов постоянно слушает любимую волну с высоты птичьего полета. Его рвение к победе и музыкальная подкованность стали решающими факторами в борьбе за главный приз – автомобиль. Сейчас счастливчик мечтает уже о другом. Я думаю, что мы с семьей поедем на Алтай, на Горный Алтай, может быть, даже и на озеро Иссыкуль. За 10 лет у ДФМ Кемерово появилось бесчисленное количество слушателей. Эта радиостанция занимает лидирующие позиции в сердцах меломанов. А те, кто сейчас настраивает свои приемники на частоту 101,8, уверены, что их день будет греть яркое праздничное настроение. Дмитрий Новиков, Александр Белкин. Новости моего города. А теперь к новостям спорта. Лига для тех, кому за 10. В Кемерове стартовал летний этап в Сибирской детской лиге по хоккею с мячом. За главный приз поспорят 10 команд из 4 городов. Кемерово, Новосибирска, Красноярска и Первоуральска. Матчи 10-летних хоккеистов проходят в укороченном режиме. 60 минут вместо положенных 90. И пусть скорости пока еще далеки от взрослых, да и падают игроки почаще, все равно это самый настоящий хоккей с игровой интригой и забитыми мячами. Именно в таких матчах и раскрываются будущие мастера. Уроки судейства за партами. В рамках предварительного этапа Кубка России по хоккею с мячом в учебно-консультативном центре «Умный лед» стадиона «Химик» прошел семинар для арбитров. На первый этап подготовки приехало 13 специалистов из ведущих хоккейных городов Сибири. Во время занятий судьи устраивают просмотр прошедших кубковых матчей, разбирают спорные игровые ситуации и делают работу над ошибками. Во время второго этапа Кубка страны, которая пройдет в сентябре, судьи вновь сядут за парты, чтобы продолжить обучение. Хотелось бы, чтобы судьи тоже были во всеоружии, встречали все новшества по правилам и умели разбираться тактически. Понимаете, если ты не понимаешь на макете, если ты не можешь разобраться в классе, то на льду будет тебе сложнее. В первый раз в спортивный класс. В Кемерове прошла ярмарка-презентация спортшкол области под названием «Знай наших». Дети и их родители увидели показательные выступления атлетов, футболистов, гимнасток, борцов, волейболистов, баскетболистов и других начинающих спортсменов. Кемеровчане не только получили консультацию у лучших тренеров города из 24 школ, но и смогли выбрать вид спорта по душе и записаться на занятия. Спорт, он необходим для укрепления не только физической силы, а еще внутренних сил, душевных сил. Я хотела, конечно, на какую-нибудь борьбу, каратэ, но хочет на баскетбол, понравился баскетбол. Сотрудники ФСБ России в течение двух дней соревновались в спортивном ориентировании. В Кемерове прошел чемпионат Сибирского федерального округа по этому виду спорта. 16 команд выступили в двух дисциплинах классика и смешанная эстафета. Первые места в личном зачете у мужчин завоевали хозяева соревнований. Среди женщин победу праздновал спортсменка из Алтайского края. В смешанной эстафете и в командном зачете по итогам чемпионата пальма первенства у Кемеровской области. Второе место у Омска, третье у сотрудников ФСБ из Новосибирска. Штормовое предупреждение. Главное управление МЧС России по Кемеровской области информирует. 29 августа по Кузбассу ожидаются дожди, местами по югу сильные. Скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. В отдельных районах в горах возможны ливни, грозы и град. Будьте осторожны, не подвергайте себя опасности. До встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова